Сегодня православные христиане отмечают Благовещение, а впереди Вербное Воскресенье. У храмового флориста Екатерины Рязановой задача быстро поменять цветочное убранство храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Мишутино. Сегодня у нас Благовещение Пресвятой Богородицы. И кто люди замечал, очень часто архангел Гавриил, когда сообщает Богородице эту весть, он ей дарит цветок лилии, или, по крайней мере, цветок, похожий на лилию. И такая традиция Богородичной праздники – украшать лилиями. Украшаются Богородичные праздники в бело-голубом цвете. С голубым цветом это всегда... У нас нужно еще побегать, поискать голубые цветы, потому что в природе их мало. Сегодня, слава Богу, нам удалось найти голубые ирисы. У вербного воскресенья зеленый цвет, все облачение будет зеленое. И, соответственно, все украшение у нас будет белая-зеленая гамма, веточки вербы, веточки пальмы. В Новодевичий монастырь вчера мы с девочками общались, как украшать на вербу. Им привезли из Израиля прям вот такие огромные пальмовые ветки. Живыми цветами храмы украшают издавна. Екатерина, говорит, всегда обращала внимание на цветочное убрамство и в храм шла с цветами. А потом нашла курсы храмовых флористов, чтобы изучить правила и технические приемы создания композиций. И вот мы подрезаем. Обязательно косой срез, чтобы был, и чтобы питание туда попадало. И ставим в эту мокрую губку. Живому Богу живые цветы. Живые цветы – это отсыл, как край на земле. И то, что мы здесь не навсегда, мы здесь на время, как и цветы. Прихожане жертвуют на украшения храма, а летом предоставляют в распоряжении Екатерины цветы из своих садов. Ну, каждый может в этом поучаствовать, и каждый может этим помочь, переведя денежку на украшения храма. И мы же живем в сельском храме. Ну, тут и зарплата может там, да, не очень большая. Очень много наших прихожан сеют специально и выращивают цветы для украшения храма в летнее время. И это так отрадно, когда приходишь к ним на участок, и они говорят, все забирай. Все, что тебе нравится, все забирай и иди украшай храм. Это так вот приятно. Прихожане храма Рождества Пресвятой Богородицы села Мишутино соберутся на службу в вербное воскресенье. И их встретит храм, украшенный живыми цветами. И в руках у большинства будут букетики вербы. Вербный народный праздник, и он связан с добрыми такими уже многовековыми традициями, сложившимися в нашей русско-православной церкви. Несутся в память о входе в Господень Иерусалим. Несутся у нас на Руси веточки вербы, ивы, пальмовые ветви. Кто смог их приобрести в этот день, да? В память о том, что некогда Господь вошел в Иерусалим за пять дней до своей крестной смерти. Мы в уме знаем, что хоть страстно перейти, да, вот эти воспоминания и о кресте, но при этом мы знаем, что потом будет Пасха, Христово Воскресенье, а вербное оно как бы предваряет и настраивает нас на вот это вот такое пасхальное ожидание. К Пасхе Екатерина будет готовить композиции в красных тонах. Готовятся к празднику и воспитанники воскресной школы. Средства, вырученные за созданные их руками композиции, тоже пойдут на украшение храма. Оксана Мирошникова, Сергей Кошайкин. Программа События.